Во время Оно, слышав Иисус, Яков Иоанн, предан бысть, отыдев Галилею, и оставлено за рет, пришед вселися в Капернаум, в Поморье, в пределах Завулоних и Невфалимлих. Да сбудется реченное Исаием, пророком благолющим, земля Завулона и земля Невфалима, путь моря, об он пол Иордана, Галилея язык. Люди, сидящие во тьме, видеша свет бели, и сидящим в стране есени смертной, свет воссия им. Оттоле, начат Иисус, проповедати и глаголати, покайтесь, приближися Бог, Царство Небесное. Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Сегодняшняя Евангелие очень короткая. Но мы попробуем из короткого взять что-то поглубже, а там всегда есть. Итак, вы помните проповедь Иоанна Претечи, и главный ее посыл, это призыв к покаянию. Иоанн греха не творил, но как человек семя греха в себе имел, и чувствовал движение страстей и боролся с ними. Поэтому его слово, это слово аскета. Христос подхватывает его проповедь после взятия Иоанна под стражу и тоже говорит покайтесь. Это исполняет слова пророка Исаии, который задолго до этого сказал о земле Забулона и Нефалима. Здесь нужно вспомнить имена колен израильских и представить себе палестинскую географию. Это самые вышние колена, которые находятся по территории сегодняшней. Это граница на севере Ливана и Сирии. И вот там оттуда, в принципе, всегда с севера приходили захватчики. И эти колени Забулона и Нефалим, они первыми подвергались нашествию на племенников. Потом приходящие туда частично оставались и обычаи смешивались. Люди перекрестно женились и постепенно эта земля, эти два колена, не только они. Там еще есть такой Иссахар колено, там Асир, вот это вот север Израиля. Они более других смешивались с язычниками в силу географического положения. Такие буферная зона такая, там непонятно кто живет. Со временем они превратились в такое место, о котором евреи, южные евреи иудеи, Иерусалима, говорили, из Галилеи пророк не приходит. То есть они перемешанные были, понимаете, то есть у них было в голове чуть-чуть еврейского, чуть-чуть языческого. Чуть-чуть от Бога, чуть-чуть от земли. Такое всякое такое. И поэтому иудеи иерусалимские, это южного царства, они с презрением некоторым относились к ним, как к невеждам и полуязычникам. И вот там жил Христос. И потом, когда говорили, Назарет тоже там находится. И Кана Галилейская, где первое чудо было, тоже там. И Фаворская гора, где Господь преобразился, там. И город Наин, в котором Христос воскресил юношу в день похорон, там. То есть там была концентрация величайшая чудес, потому что из Христа выливались чудеса, как из рога изобилия. Невозможно было это все описывать. И вот так, значит, когда говорили, откуда Иисус, говорит, из Назарета, то они, помните, спрашивали, от Назарета может ли быть что доброе? А именно в этой земле, в этой полутьме языческой, значит, собственно, даже в тьме, люди, сидящие во тьме, видели свет великий. И вот там Христос жил, и там Он благоволил совершить все свое великое. И настолько великое, что Он сам потом говорил, что если бы эти чудеса были в Тире и Сидоне, это символ максимальной гордыни, бывающей на земле. Тир и Сидон – это приморские финикийские города, обогатившиеся без меры и осатаневшие от богатства и гордости. Говорит, если бы там это было, то, что у вас было, они бы до сегодняшнего дня стояли бы и процветали. Если бы в Содоме и Гаморе было то, что было у вас здесь, в Палестине, они бы жили до сегодняшнего дня, покаялись бы во вретящие пепли. То есть это изобилие чудес было излито на землю темную, на народ странный. Это такой божий промысел, что чистым не дается, дается странным. И это Забулон и Нефалим поминали, мы читали сейчас 9 глава Исаии, как раз земля Забулонова и Нефалимова была умалена в предние времена, но потом там воссияет свет великий. Это свет великий, это Иисус Христос. Свет от света, Бог истинный, от Бога истинного. И вот он вышел, подхватив проповедь Иоанна, он говорит людям то же самое простое слово, метаноито в греческом, насчет того, покайтесь, то есть изменитесь. Ну и мы должны сегодня это слово еще раз поносить в голове, попробовать пропихнуть его куда-то ниже, в сердце. Помните, такая самая длинная дорога, это дорога между головой и сердцем. Там полметра расстояния, а пройти эту дорогу нужно очень длинно получается. От тех пор, пока ты поймешь что-нибудь правильное, до тех пор, пока это правильное поселится у тебя в сердце, проходят долгие годы, иногда десятилетия. И вот мы сегодня будем пропихивать из головы в сердце это короткое слово, покайтесь. Хочу вам сказать, дорогие христиане, что это родовая заповедь христианства. Мы сейчас кратко, буквально попробуем связать ее с такими важнейшими вещами, например, как терпение, или неосуждение, или молитва, или радость. Все это вырастает из покаяния, а без покаяния этого всего не существует. Например, терпение. Если я кающийся человек, то все приходящее ко мне и все случающееся со мною, я воспринимаю как лекарство и нечто заслуженное мною. За хорошее благодарю, с нехорошим смиряюсь, потому что я достоин этого. Так оно мне и надо. Говорит, по делам нашим приемлем, если что-нибудь случится. От маленького там у машины колесо пробилось, до большого там обнаружили какую-нибудь болезнь в человеке. То есть кающийся человек принимает эти вещи смиренно. Он терпеливый, он же кающийся. А не кающийся бунтует, ропщет, воюет, вплоть до того, что на небо кулаком грозит. Отказывается от Бога, начинает там, понимаешь, весь мир с четырех концов зажигать. Кающийся и не кающийся в беде ведут себя совершенно отлично. По поведению в беде можно и узнать, это кающийся человек или не кающийся. Вообще кающийся это похвала. Когда Амбросий Оптинский принимал у себя Достоевского, он сказал о нем, это кающийся. Это в глазах, в устах старца большая похвала. А Льве Толстом говорит, этот гордый. Это в устах старца почти приговор. Итак, терпение в неприятностях. Молитва. Кающийся человек не может не молиться. Я же знаю, перед кем я согрешил. Мы же помним, мы же грешим не перед кодексом уголовным или гражданским, или не перед там какими-то общественными установлениями. Говорит, тебе единому согрешил и лукавое при тобой сотворил. Я же знаю, перед кем я виноват. И вы знаете, перед кем я виновата. Даже если сознание отказывается это признавать, душа все равно знает, перед кем она виновата. И кающийся человек, это человек, который приносит Богу молитву. Сначала тихую, сначала только в уме, не открывая рта. Только ходит, значит, и мурчит про себя, значит, бормочет, такой, прости, 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 прости. Или положась под одеяло, или вставая с утра там, потом начинает шептать. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Потом начинает громче говорить, а потом ему хочется уже молиться вслух и так далее. Он начинает молиться. Кающаяся душа начинает молиться. Не кающийся человек не молится. Ну разве что как фарисей, говорит, Боже, хвалу Тебе воздаю, что я не такой, как прочие человецы. Помните безумную молитву? Вот не дай Бог такую молитву иметь. А настоящая молитва, это Боже милости и будем не грешным. Это молитва кающегося человека. Потом кающийся человек не будет гордиться. Гордости одной только хватает, чтобы быть в аду. И гореть там во веки веков. Можно не пить, не объедаться, ни того, ни сего. Можно не... Ну как индийский йог. Можно вообще жить на одном воздухе. Но при этом быть гордым, как сатана, и Богу не поклониться. И не признать себя творением Божиим, и Богу молитву не отдать. Гордости одной только хватает. А это такой большой грех, который полностью вытесняет все остальные грехи. Вот я вам уже вспомнил сегодня про Льва Толстого. Это же могучая фигура нашей истории. Про него говорили святой с волчьими глазами. Но он так по внешности вроде был святой. Босой ходил, мясо не ел там, землю пахал, лапти там плел. И всем проповедовал. На самом деле был злой, как сатана. И гордый ужасно. И Богу поклониться не хотел. Так вот, кающийся человек, это человек, который приносит Богу смиренное поклонение, как Господь дьяволу в пустыне сказал, Богу твоему поклоняйся и ему одному служи. А не кающийся человек стоит на грани опасности возгордиться чем-то. Мало ли еще можно придумать о себе. Чем-то гордятся же люди, гордятся же все, хотя нечем, но гордятся. А если бы было чем, то гордились бы вообще, раздулись бы прямо, как не знаю кто. Так вот, покаяние сберегает нас от одной генеральной ошибки. От того, чтобы возгордиться и посчитать себя самодостаточно. Сатана захотел жить автономно, без Бога, собою. Собою себя любить, собою наслаждаться, на себе утверждаться, себя из себя выводить. А это невозможно. Это противоприродный человек и любое тварное существо, ангел, это зависимое существо. Зависит от Господа полностью. И вот, когда ты признаешь это, ты смиряешься. И покаянному сердцу это свойственно. Что мы там уже перечислили? Молитву, неосуждение, да, вот говорит, неосуждение без труда спасения. Вот не суди никого, и точно в рай войдешь. Потому что Господь, те, кто не судит, сам судить не будет. Не судите, и не судимы будете. И кому свойственно не судить? Тому, кто кается в грехах своих. Если ты забыл про свои грехи, ты осуждаешь чужие грехи. Кто такой осуждающий человек? Это человек, который забыл себя самого. Или не знает себя самого. Тот, кто знает себя самого, тот чужими грехами не интересуется. Тот, кто знает себя самого, тот чужие грехи не осуждает. Он, видя чужой грех, как бы говорит себе, о, и это тоже я. И во мне это копошится. И у меня такое было. Или у меня такое завтра может быть. Хотя до сегодняшнего дня еще пока вроде не было. Потому что знает кающийся человек, сколько всяких опасностей зарыто в самом человеке. Какой ядерный могильник закопан в сердце человека. Только разрой его, оттуда столько вылетит, что ты поймать не успеешь. И даже радость связана с покаянием. Есть у святых отцов такое выражение, радостотворный плач. То есть люди, которые домолились до каких-то слез перед Богом, настоящих слез. Не слез обиды, не слез боли, а слез духовных. Они знают, блаженный плачущий, они знают, что когда человек вдруг заплачет перед Богом истинными слезами, то у него одновременно возникает тихая радость. Поэтому говорят такое, о грехах наших восплачем, братья, а о милосердии Божьем возрадуемся. И кающемуся человеку свойственна какая-то особая радость. Унылое христианство это не христианство. Христианство радостное. И кающийся человек, он боится только Бога, только того, перед кем он согрешил. А больше не боится никого. И он не хочет связывать себя больше ничем. И он в принципе свободен. То есть покаяние это свобода. И покаяние, чтобы вы не удивлялись, это настоящая радость. Потому что ты знаешь, кому ты отвечаешь за прожитую жизнь и на кого ты надеешься. И вот из него есть то короткого слова. Покайтесь, ибо приблизилось Старство Небесное. Вырастает и неосуждение, и смирение, и опасливое житие, и молитва, и духовная бодрость, и желание другому помочь, и сострадание, и милосердие, и радость духовная. Все вырастает таинственным образом из этого вроде бы такого угрюмого слова. А ну покайтесь, давайте кайтесь, мы сейчас напустим на себя такой скорбный вид, такой оденем в черное на себя, посыпем голову пеплом, и все равно останемся гордыми. Поэтому не надо ничего. Поэтому Христово покаяние говорит, умой лицо, помашь главу, оденься светло, порви сердце. Не рвите одежды, порвите сердце. Улыбнись наружу, скорби внутри, и покаяние рождает из себя все доброе, что есть только во Вселенной. Это удивительно, но это евангельская правда. А у Евангелия от Марка, говорится чуть шире, говорит, исполнилось время, приблизилось Царство, и так покайтесь и веруйте в Евангелие. То есть вслед за словом покаяния у Марка еще добавлено веруйте в Евангелие. То есть в это перепаханное покаянием сердце щедро сеете евангельские слова. Итак, мы сегодня начинаем новый этап нашей жизни, поскольку мы уже были на Иордане, и видели Иоанна, глаголющего покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Потом видели самого Иисуса, пришедшего на Иорданке Иоанну, окунувшегося в воду и помазанного духом за свидетельствованного Отцом. А потом видели, как Иисус отвернулся от всех и ушел в пустыню. И посчитали мы дни, сколько он там был, и был он там 40 дней, искушаем от дьявола. И в последние дни взалкал и отразил все три главных удара от сатаны. Плоть, чудо, власть. И потом в силе духа вышел оттуда, из пустыни, для того, чтобы возвестить новое свое учение. И в самом первом своем слове это не было новое учение, это было продолжение того, что люди уже слышали. Но в устах Христовых оно превращается в новое. Итак, покайтесь, ибо исполнилось время и приблизилось Царство. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Именно оттуда, больше ниоткуда, вырастает все настоящее доброе, которое не искоренится. Все, что не Отец насадил, искоренится. Есть такие добрые вещи, которые кажутся добрыми. А потом, глянь, они сгорели. Потом, глянь, они исчезли. Потом, глянь, они не имеют цены. Потом, глянь, они не нужны Богу. А настоящие вещи вырастают из-за того маленького зерна, из слова покаяния. Дал бы Дух Святой, чтобы это прошло, это слово из головы в сердце, там поселилось, а потом бы расцвели оттуда цветы и побеги всякого доброго дела. Господу Богу, приятного и благоухающего. Аминь.